добрый день это канал о вязании называется ямеля нитин меня зовут юлия сегодня видео урок я посвящу вязанию шапки с круглой макушкой эта шапка которую вы сейчас видите на экране также связана круглой макушкой она здесь лежит для образца примерно это будет выглядеть вот так вязать мы будем из другой пряжи пряжа будет потолще такой моток пряжа фирмы шале сиан эксклюзив так по составу 50 процентов 55 процентов baby альпака 10 процентов мериносовая шесть 20 процентов нейлон 15 процентов металлик это пряжа с блеском на 50 грамм 95 метров пряжи на одну шапку с отворотом вам понадобится два таких матка вот такой пряжи будем вязать вот так выглядят матки часть шапки у меня уже связано я вам покажу как выглядит полотно мне здесь осталось выполнять убавки но для того чтобы продемонстрировать вам весь процесс я сейчас начну вязать на других спицах и покажу ключевые моменты как набрать наборный край как набрать петли и как соединить вязание в круг чтобы было все ровно и аккуратно отложим эту шапку и так нам понадобится описание прежде всего вязать мы будем повторюсь шапку резинку один к одному из толстой пряжи с круглой макушкой для шапки из такой пряжи кстати я забыла показать рекомендованную толщину спиц для нее рекомендуется толщина спиц 67 но мы будем вязать на спицах номер пять так как мы вяжем шапку она должна быть плотнее на голове и чтобы само изделие не растянулась нам понадобится более тонкие спицы поэтому мы возьмем спицы номер пять для образца я связала 15 петель и померила их линейка получилось у меня 9 сантиметров в этом количестве петель количество рядов обычно я не считаю вот для таких простых шапок которые вяжутся резинками достаточно одной длины по ширине изделия теперь мне нужно рассчитать какое количество петель в одном сантиметре пряжи я беру образец я вам покажу вот на таком полотне образец у вас будет выглядеть вот так если мы говорим о данной пряжи но и любой в принципе пряжи которые связаны резинка то есть вы не будете видеть изнаночные петли потому что полотно получается эластичным да вот вы растягиваете тогда изнаночные петли видны когда вы свяжете образец его слегка вот так распрямите чтобы петельки изнаночные чуть чуть раскрылись вот так то есть до конца не надо растягивать только вот так слегка распрямите полотно и меряйте линеечкой по ширине и так у меня в 15 петлях получилось 9 сантиметров и я 15 петель делю на эти 9 сантиметров и получаю одну целых шестьдесят шесть сотых петель в одном сантиметре полотна для обхвата головы 54 мы берем одно целых шестьдесят шесть сотых в одной в одном сантиметре петель умножаем на наш обхват головы 54 получаем 90 петель но мы не можем использовать эту цифру потому что иначе если мы свяжем шапку из 90 петель это будет очень большая шапкой наше полотно должно растягиваться потому что наш узор эластичный он связан резинкой для этого мы от 90 петель я отнимаю 15 процентов получая 76 петель и еще для проверочного отнимают 90 петель 20 процентов получая 72 петли я беру средненную цифру 74 плюс к 74 петлям добавлю еще одну петлю и замкну вязание в круг это нас будет соединительная петля часто для расчетов я отнимаю от обхвата головы от этой цифры 3 сантиметра вот такой фиксированную величину но в данном случае вот я не отняла эти три сантиметра и честно говоря у меня шапка я ее уже мерила она села по голове очень хорошо поэтому в данном случае не обязательно отнимать эти три сантиметра а сразу от количества петель в одном сантиметре с обхватом вот от этой величины 90 петель сразу отнимать процент на растяжение 15-20 процентов и так мы знаем что нам нужно набрать 75 петель у вас ваша величина будет другой потому что у вас будет свой образец свой обхват головы и вас будет совсем другие цифры поэтому пожалуйста вот этим вычислениями пользуйтесь для для ориентировки как делать расчеты берем нашу пряжу необходимой толщины спицы на леске 40 сантиметров отматываем от клубка необходимую длину вашей пряжи я стала набирать последнее время наборный ряд вот таким эластичным методом который я вам сейчас продемонстрирую набираю его всегда на одну спицу вот эта нитка идет от клубка эта нитка отмотанный кончик пряжи набирается петля основная вот из этого конца пряжи он будет расходоваться в большем количестве поэтому его нужно отмотать достаточно много к тому же у вас будет толстая пряжа толстые спицы расход вот этого кончика будет большим кладем пряжу на указательный на большой палец и захватываем мизинцем безымянным и можно еще и средним берем одну спицу для набора кладем пряжу на первой фаланге и одной спицы подкладываем ее под пряжу и прокручиваем крест-накрест захватывая под указательным пальцем пряжи потом под большим и пропускаем спицу через указательный палец петлю и сбрасываем нашу пряжу получаем сразу на спице две петли снова подхватываем нить под указательный палец под большой через петлю указательного пальца сбрасываем затягиваем под указательный под большой через петлю указательного сбрасываем затягиваем 1 2 3 я почти для всех своих изделий использую именно этот метод набора для меня он оказался наиболее удобным потому что наборный край получается более эластичный чем в бабушкином методе его легко набирать я уже и сама приноровилась наборный край получается косичкой вот такой аккуратненький набирается на одну спицу мне это очень и очень устраивает не нужно снимать вынимать спицы из наборного края потому что я часто использую круговые спицы и когда вот так спицы в наборном крае приходится вынимать на короткой леске это очень неудобно поэтому набор на одну спицу это очень комфортно в данном случае и так мы набираем необходимое нам количество петель моем случае до 75 но так как у меня это как бы вяжется образец я наберу меньшее количество петель и покажу технику соединения вязания в круг в любом моем мастер-классе вы увидите эту технику соединим методику соединения вязания в круг она идентичность и на кого но чтобы вы не путались из видео видео я сразу покажу его в этом уроке и так у вас набрано нужное количество петель вам нужно замкнуть вязание в круг берете правой спицей снимаете с левой спицы первую петлю удерживаете ниточку который идет от клубка теперь с правой спицы первую петлю до вы поддеваете подхватываете левой спицей и продеваете вот эту петлю с левой спицы под петлю с правой спицы вот так и сбрасываете петлю которую снимали все то есть у вас одна петелька была набрана для вот этого замыкания и вот она у нас лежит и держит наше вязание по кругу держит наши петли пожалуйста когда вы соединяете вязание в круг обязательно смотрите чтобы у вас не перекрутился вот этот наборный край он должен смотреть все петли должны смотреть в правильную сторону чтобы восьмерку ничего не перекрутилась все вы снили вязание в круг теперь вы сразу можете вязать основной рисунок у нас он один резинка один к одному первую петлю по своей привычке давняя вяжу лицевой перебрасываю нить следующую петлю вяжу изнаночной все две петли лицевая изнаночная это и есть раппорт рисунка резинка и теперь мы его один к одному теперь мы его повторяем каждый раз лицо изнанка лицо изнаночной можно эту шапку связать буквально за один вечер и так далее вы вяжете левой лицевой изнаночной петлей чередуя когда вы дойдете до конца ряда ваши петли будут провязываться уже как бы по рисунку и вам будет проще ориентироваться я провязала один ряд теперь я буду выполнять вязание по рисунку что это значит если я вижу лицевую петлю она смотрит галочкой то я провязываю поверх нее также лицевую петлю когда я вижу изнаночную петлю перебрасывание вперед и провязываю изнаночную петлю подхватили так мы провязываем всю нашу шапку количество рядов которые нам нужно провязать для данной шапки из такой пряжи шестьдесят один ряд и вот в этом месте провязав когда 61 ряд мы с вами встретимся я провязала 61 ряд моего полотна повесила маркер теперь мне нужно убрать в моем вязание все изнаночные петли я для этого провязываю лицевую изнаночную петлю одной лицевой петлей обратите внимание правые и левые стенки у изнаночной и у лицевой петли располагаются на спице по-разному в изнаночной петле правая стенка задняя она спрятана за спицу а в лицевой петле правая стенка передняя она нас перед спицей мы ее видим нам нужно чтобы у всех петель и изнаночной и лицевой правой стенки располагались вот так они были передними для этого мы изнаночные петли разворачиваем вперед перед спицей я развернула изнаночную петлю так чтобы ее правая стенка стала передней и провязываю через лицевую петлю изнаночную ввожу спицу через лицевую петлю вот сюда в изнаночную подхватываю рабочую нить и провязываю лицевую петлю все мы изнаночную лицевую петлю провязали одной лицевой петлей следующая пара изнаночная лицевая у нас снова в изнаночной петле правая стенка задняя она располагается за спицей мы ее снимаем и разворачиваем правой стенкой вперед через лицевую петлю вводим спицу по 2 подхватываем рабочую нить провязываем одной лицевой петлей лицевую изнаночную петлю и таким образом мы провязываем все наши пары лицевых изнаночных петель перед провязанными разворачиваем изнаночные петли правой стенкой вперед мы это делаем разворот петли для того чтобы вот эта провязанная пара стала как бы полотно более плоским потому что если мы не будем разворачивать изнаночную петлю она нас будет отвернута от лицевой петли и получится что провязанная вот эта изнаночная петля будет скрещенной и вот это вот эта нижняя петелька она будет вывернета в вязание таким образом мы вяжем весь наш ряд мы убираем все изнаночные петли и сейчас у нас останутся только лицевые петли на спицах и так я провязала ряд в котором закрыла все изнаночные петли сейчас у меня на спицах только лицевые петли теперь мы два ряда вяжем по рисунку то есть я все петли просто провязываю и так делаю два круговых ряда считаем ряд от нашего маркера пряжа достаточно толстая плотная и она не расщепляется и шапка получается тоже очень плотной и непродуваемой благодаря тому что она будет с отворотом это будет очень теплое зимнее изделие у меня уже очень туго идут петли видите мне нужно все чаще перри вставлять петельки поэтому я сейчас буду вязать методом magic look это значит что мы делим наши петли пополам вот так то есть я мысленно поделила петли пополам и половину петель я ставлю с противоположной стороны вторую половину вот с этой стороны спиц и вытаскиваю петли вот так наверно и вытаскиваю леску наших спиц так с боков таким образом мы укорачиваем леску на спицах и наши петли будут ходить легко так я вытащила леску и буду теперь вязать все петельки меня будут близко расположена краю спицы и провязывать будет легче сейчас я покажу как передвинуть леску и спицы когда мы дошли до края вот и провязала последнюю петельку перед вот такой петлей из лески я беру дальнюю спицу и леску проталкиваю дальше делаю вот здесь длиннее спицу а вот эту спицу вытаскиваю в обратную сторону теперь разворачиваю вязание вот эти петельки сдвигаем к краю спицы немножко еще подтащу вот так леску освобождаем рабочую спицу и провязываем дальше петельки так получается очень легко провязывать петли если у вас леска уже слишком длинная я практически уже не перехожу на чулочную спицу всегда пользуюсь этим методом важно здесь вот это чтобы перемычка не было растянута вот эту и вот эту петлю всегда подтягивать и вязать плотно тем временем я провязала первый круг и провязываю еще один круг лицевыми петлями я провязала два ряда теперь мы снова начинаем сокращать но теперь уже лицевые петли следующим способом после маркера две петли лицевые мы провязываем по рисунку следующие две петли мы провязываем вместе одной лицевой петлей для этого мы во вторую петельку от края заводим спицу и провязываем одной лицевой петлей здесь нам петли никакие разворачивать не надо потому что мы сейчас закрываем петли обратите внимание с наклоном вправо для этого метода не нужно разворачивать петли а просто подцеплять сразу две петли провязывать и так мы провязали две петли по рисунку следующие две петли мы провязали вместе снова две петли по рисунку следующие две петли вместе следующие две петли по рисунку так одна переворачиваем вторая петля по рисунку следующие две петли снова провязываем вместе так до конца ряда мы вяжем здесь я вам покажу что у меня закончился клубок я две нити связала просто узелком я не стала соваливать эти нити ввиду того что у меня это альпака мне будет легко спрятать эти хвостики в вертикальные ряды когда я свяжу шапку в данном случае не стала сваливать нить хотя я думаю здесь тоже было бы легко ее свалять но я оставила так несмотря на то что это пряжа шнурок здесь нет внутренней какой-то полости чтобы вдеть одну пряжу в другую это будучи на сложно и плотно поэтому я выбрала вариант когда просто связываю два кончика пряжи предпоследние петли 2 провязала и вместе осталась одна петля который нужно провязать лицевой ряд закончен следующий ряд я провязываю просто по рисунку все лицевые петли без сокращений так до конца ряда я провязала еще один ряд теперь я буду закрывать петли через одну петлю что это значит одну петлю я провязываю 2 следующие петли я провязываю одной лицевой петлей одну провязываю по рисунку две следующие провязываю одной лицевой петлей и так до конца ряда я провязала ряд теперь я сокращаю каждые две петли то есть две петли я провязываю вместе следующие снова две петли я провязываю вместе и так далее теперь у нас нет провязанных без сокращения петель все петельки мы сокращаем вот таким способом когда две петли сокращаются провязываются одной петлей без пробелов как бы уменьшает уменьшается количество петель на спицах ровно в два раза очень слабо тоже не вяжите надо чтобы здесь уже было плотное вязание чтобы не было дырок на макушке вот здесь например я же не могу сократить поэтому я просто беру и передвигаюсь петлю на другую сторону лески осталась одна петля смотрите как мы поступаем следующем ряду мы теперь снова будем следующий ряд сокращать каждые две петли провязывая вместе поэтому эту петлю мы тоже должны сейчас сократить счет рядов нам уже не нужен поэтому я снимаю маркер возвращая непровязанную петельку и провязываю ее 2 вместе со следующей петлей как я делала все петельки другие просто провязываю 2 вместе и так я буду сокращать пока мне останется 6 петель 6 петель у нас осталось на спицах при таком количестве петель легко стягивать макушку и формировать ее круглой но это правило характерно и подходит только для толстой пряжи потому что если у вас шапочка из тонкой пряжи связано там можно оставлять и большее количество петель они будут также аккуратно ложится смотрите что делаю я сейчас свободные петельки оставшиеся надену на маркер и это мне позволит легко примерить шапку не отрезая нить чтобы можно было примерить шапку вот без спиц таких и одеваю петельки застегну маркер теперь мне петли никуда не денутся сейчас я могу продемонстрировать что у нас получилось такая макушечка у нас получилось она еще сядет по голове здесь мы стянем петельки очень овальная аккуратно надо же сама уже выворачивается в круг видите сама макушка кладется такую форму но смотрите вот такое завершение макушки подходит для толстой пряжи то есть когда вы шапку вяжите на спицах 4 5 6 если вы закрываете макушку если у вас шапочка из тонкой пряжи то такое завершение макушки может не подойти там уже нужно использовать другой метод такая макушка подходит для шапок такоре хорошо видно круглая на хорошо сядет на голову что касается вот этой пряжи которую я использовала для шапки вся мне она очень понравилась она достаточно плотная очень хорошо возвращается в обратную форму после растяжения но могу вас вам порекомендовать настоятельно что нужно все-таки вязать на спицах не толще пятерки если вы вяжете шапки вот у меня вязание с средней плотности и шапка на спицах номер шесть у меня растянулась поэтому я ее перевязала на более тонких спицах могу сказать что качество пряжи не ухудшилось она такая же мохнатая катышков на ней нет никакого пилинга хорошая пряжа очень и но застойкой и она хорошо держит форму вот видите сгиб уже сохранился хотя шапка еще не носилась я просто отвернула и держала ее в этом положении затянуть макушку я вижу что у меня шапка все хорошо я могу обрезать пряжу отрезаю примерно вот так 25 сантиметров и теперь не нужно стянуть мои петельки смотрите вот это крайняя петля которым провязали это я поняла когда тяну вот эту пряжу хвостик я подтягиваю и петельку меня затягивается значит мой крючок нужно вводить именно в эту последнюю петлю снимаем с крючка петли и подхватываем их крючком так по одной по две чтобы у нас не убежали петельки все петельки перенесены на крючок теперь я беру нитку вот так в конце ниточки делаю петельку цепляю ее крючком и протягиваю через петельки слегка прокручивая крючок так лучше проходит он сквозь петли и затянула теперь и крючок выведу с изнаночной стороны так заведу и спрячу петельку когда петельку цеплю спрячу пряжу внутрь сейчас лица мы увидим как затянется макушка вот так и подтягиваем здесь так и вот мы с лица видим кратную макушку такой кружок для пущей крепости чтобы макушка у меня не разъехалась несколько петель через которую я пропустила вот эту нитку я еще раз пройдусь ну буквально 2 3 еще одну петельку пропущу этого уже вполне достаточно для такой пряжи теперь я могу ниточку просто прятать в полотне подцепляю ближайшие узелки петельки изнаночные и сейчас я буду вести вот так вот по рядам в круговую мою нить все пряжа на закреплена можно обрезать вот этот хвостик я немножко обрежу по длине и чтобы в процессе носки у нас все равно подтянется вот это место сюда немножко подтяну и хвостик чтобы не выскочил на лицевую сторону такая макушка отворот в этой шапке можно регулировать самостоятельно благодаря вот такой конструкции вот такой ему рисунку шапки резинки один к одному можно делать как высоко стоящую от макушки нашу шапку так и плотно прилегающую я вот так и сделаю пошире чтобы было видно какая у нас макушечка круглая получилось спасибо вам за просмотр надеюсь данное видео вам пригодилось было полезным если вам все понравилось пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на мой youtube канал вы также можете поставить уведомления о моих новых видео тогда вы не пропустите ни одного полезного урока я также выкладываю на своей странице помимо видео уроков все что связано в вязании рассказываю о пряже которую я использую в своих проектах о готовых изделиях выкладываю мастер-классы которые могут понадобиться при вязании изделий поэтому спасибо вам большое удачных вам проектов и до новых встреч пока